Всем привет! С вами Алена и сегодня я хочу рассказать вам о карандашах, которые можно назвать, если не самыми моими любимыми на нынешний момент, то уж точно одними из любимцев. Это карандаши, которые не похожи ни на что, с чем я сталкивалась раньше, и каждый рисунок, который я ими раскрашиваю, заставляет меня влюбляться в них все больше и больше. И это чернильные карандаши от компании Derwent Inktense. Вот так выглядит мой набор. Я вначале купила 36 цветов, поняла, что я безумно, мне нравится ими раскрашивать, хотя эта любовь пришла ко мне не с первого момента. Это карандаши, которым нужно их изучить, к ним нужно привыкнуть, и тогда у вас действительно случится с ними любовь, и вы сможете использовать все их свойства на полную катушку. Ну вот после того, как я поняла, что я действительно полностью довольна этими карандашами, я дальше подкупала их уже поштучно. Они, по-моему, есть в наборах от 12 цветов, 24 цвета, 36. Максимальное количество палитры это 72. И их можно покупать поштучно. Итак, вот, к сожалению, единственный недостаток, что сейчас у меня получается я свои... У меня сейчас где-то 69 или 68 цветов, и я вот так вот часть храню в этой коробке, а вторая часть у меня, к сожалению, нет какого-то ни пенала, ничего, поэтому обычно я, поскольку часто ими рисую, то они у меня хранятся вот так вот в крышке. Я, у меня есть своя технология, я раскладываю цвета так, как мне удобно. Ну, раз уж зашла речь о цветах, то давайте посмотрим на их палитру, но вначале вообще о технических характеристиках. Ни одного из других производителей карандашей я карандашей, которые были бы именно чернильными, не встречала. Многие уж обычно называют эти карандаши акварельными. Нет, это не так, и нужно это понимать, потому что у них совершенно различные с акварельными карандашами, характеристики, несмотря на то, что и то, и то понятно, что размываются с водой, то когда мы говорим о карандаше аквареля, ну, таком, как всем известно, как Хенор Манделуз, то там при смачивании карандашного следа водой, он действительно размывается, он становится более бледным. А когда мы смачиваем водой след, нанесенный карандашами Дервент, это как раз не размывание, это активация. Цвет становится более ярким и насыщенным. Это первое отличие, то есть всегда нужно ориентироваться на вашем рисунке, на то, какой этот грифель, какой цвет у грифеля будет после того, как вы его активировали водой. Поэтому вот эта особенность ставит многих новичков в тупик. Поскольку цвет размытый грифель существенно может отличаться от того, как этот карандаш рисовал по суху, чего обычно не случается с карандашами акварельными. Вторая особенность это то, что акварельный карандаш вы можете бесконечное количество раз его нанесли, размыли водичкой, потом через день пришли, опять водичку нанесли, продолжаете дальше как акварель размывать. Ну да, у вас может там бумага не слегка повезти, но пигмент будет размываться. А эти карандаши, после того, как вы их уже активировали, размыли водой, они высохли, после этого они становятся перманентными, больше вы их уже не размоете. Еще одной их особенностью, которая рекламируется, это то, что здесь вот сзади у них есть все эти их основные характеристики перечисленные, плюс сказано, что их можно наносить на ткань. Я, правда, не пробовала, но на ютюбе есть мастер-классы, то есть ими что-то наподобие батика или росписи по ткани тоже можно делать. Давайте теперь я вам покажу палитру, и мы вместе с вами посмотрим на то, как же они размываются. Вообще, сам карандашик выглядит. Вот так вот. На каждом из карандашей нанесен номер и название. Мне всегда нравится, когда на карандаше не только номер, а название. Во-первых, оно как-то приятнее и, во-вторых, легче работать. Что нужно помнить, когда вы только начинаете знакомиться с этими карандашами? Цвет вот этого наконечника, он всегда соответствует тому цвету, который у вас будет при размывании. Например, когда мы смотрим на палитру цветов, посмотрите, например, на этот карандаш. Какого цвета у него вот этот наконечник и какого цвета у меня грифель. Вы видите, гораздо более темный. То есть, вот для этих карандашей обязательным условием вначале сделайте себе палитру. Потратьте 10 минут. Выкраску всех карандашей в сухом и в размытом виде, это потом сэкономит вам массу времени по сочетанию цветов. Вам будет гораздо легче ориентироваться на палитру, потому что я вам покажу пару оттенков, на которых я пару раз наталкиваюсь на то, что я думала, что это какой-то будет оливково-зеленый или зеленый цвет, а он размывался в ярко-желтый цвет амбер, янтарный. То есть, он действительно получался янтарный, когда его наносишь в сухом виде, он такой зеленоватый. И картинка, ну, выглядела не так, как я хотела. Поэтому для этих карандашей, мой обязательный совет, сделайте себе палитру. Ну, я уже тут так долго болтаю, вам ничего не показываю. Карандаши пока отставим в сторону. Камера моя сейчас сфокусируется на вот такой палитре в 72 цвета. Кому нужна такая, такой шаблон для этих карандашей, обращайтесь. Сейчас я максимально приближу, чтобы тоже было видно. Вот. Где-то так. Здесь у меня название цвета, его код. Вот здесь я нанесла карандаш в сухом виде. А вот эту клеточку я буду размывать. КОНЕЦ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 такой кисточки, воды действительно ну совсем немного бумага впитывается но все равно в сухую эти карандаши вам не пригодятся значит первый способ, как я уже сказала когда мы просто рисуем а потом активируем а второй способ есть например карандаши такие как серая пейна вот он такой очень бледный он так просто им рисовать неудобно то есть тогда я беру эти пигмент очень часто вот так вот с грифеля карандаша и рисую во-первых это позволяет проработать более тонкие детали карандаши сложно я их вот как иду в состоянии иголки такой я их обычно не затачиваю поэтому мелкие детали проще прорабатывать нечаянно я набираю пигмент на кисточку затем пигмент карандаш очень активирован очень пигментирован видите что цвета достаточно яркие и если вам нужно получить оттенок пастельный размытый то гораздо проще не нанести карандаш а потом его быстренько размывать 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 водой снимая пигмент нет, гораздо проще по чуть-чуть брать пигмент с карандаша и его вот так наносить это способ для получения пастельных оттенков у карандашей очень хорошее качество древесины у меня никогда не бывает проблем с их затачиванием хотела вам напоследок показать те рисунки которые я сделала с помощью этих карандашей в основном это магия городов хочу сказать что это кстати карандаши еще и очень экономные то есть они совершенно не так быстро у меня исписываются как те же Кахенор Манделуз я точу их значительно реже на вот эту по-моему картинку у меня потом случайно попадала вода и совершенно она не испортилась за счет того как раз то что я говорила что уже размыв и высохнув эти карандаши становятся уже перманентными и ваша картинка является защищенной можете кстати использовать интересные техники можно еще накладывать уже слои например просто акварельных карандашей не боятся наслаивать поначалу мне слегка не хватает ну мне сейчас немного не хватает пастельных тонов то есть я понимаю что можно например там бледно-голубой бледно-какой-то телесной добиться вот так как я сказала чтобы брать пигмент прямо с карандаша но я иногда ленюсь если мне нужен пастельный цвет то я хватаю какой-то из кахиноров но зато если мне нужны такие насыщенные цвета то обязательно это только Derwent Intense когда я уже порисовала ими я составила для себя уже подходящие палитры того какие цвета комбинируются с какими то есть пары светлый темный оттенок и это конечно очень облегчает работу то есть вот здесь вы видите переходы теней это те же по-моему Amber и Mustard оттенки это Red Oxid и Matter Brown то есть вот эти пары тоже составьте себе и потом вам будет гораздо легче рисовать как видите я рисовала достаточно много но карандаши точила всего пару раз если вы не можете себе купить полный набор посмотрите вот можете ли вы купить себе 36 может быть этого вполне достаточно а если вы раскрашиваете например вот тоже планируете и только Лиззи Калин раскрашивать то может быть вообще стоит воспользоваться тем что карандаши продаются поштучно и купить базовый набор потому что для такой книжки у меня конечно карандаши голубые зеленые и коричневые используются раз в 10 чаще чем там уже какие-то розовые и оранжевые но вот именно голубые зеленые и коричневые тогда стоит купить себе в первую очередь если вы видели то по палитре например вот желтые цвета много между собой похожих а палитра фиолетовых голубых и коричневых очень разнообразные вот как раз эти цвета и стоит постепенно подкупать уже дополняя ваш набор поэтому может быть и не стоит например даже вот в наборе 36 какие-то цвета мне казались лишними но зато потом когда я посмотрела палитру полную 72 я какие-то цвета вот там по-моему та же самая серая пейна или вот этот ред оксид их не было в наборе 36 я думала боже как такие базовые цвета можно было не включить но зато повключать достаточно похожие желто розовые так что ну так подбор набора на четверочку я конечно понимаю производитель что если в 36 цветов включить все самые основные то никто не будет покупать 72 но тем не менее если вы влюбитесь в эти карандаши то мне нравится эта возможность что можно подкупать так ну я вроде показала все свои основные работы из этой раскраски кто не я раскрашиваю вот это последняя моя здесь сделанная картинка ссылочку я оставлю надеюсь этот обзор был полезен если я что-то забыла сказать или у вас еще возникли какие-то дополнительные вопросы пишите мне в комментариях спасибо всем за внимание удачливого вам приобретения карандашей и всем счастливого раскрашивания пока-пока